Здравствуйте, Церковь Возлюбленная! Здорово быть здесь с вами, и я очень благодарен вам. Мы очень благодарны Господу с моей женой, что мы сегодня здесь с вами. Очень рады быть с вами здесь. И это удивительное время, которое мы сегодня имеем здесь во Христе Иисусе. Это самое замечательное место, это церковь, место, где мы можем получить ответы на все нужды. Это так здорово, на все нужды, которые здесь мы можем получить. Это место, которое заповедовал нам Иисус Христос. И я благодарен Господу за это место, что оно сохранено, оно защищается, оно благословлено, и Бог будет хранить это место, это его обетование. И мы его дети, мы его невеста, так здорово. Огромным вам привет из наших краев, так скажем. Выборгских, советских. У нас по благодати, слава Богу, все хорошо. И мы рады, что это время, которое сегодня здесь отмечается, как бы наступает время, когда все празднуют приближение Рождества Христова. И это такая атмосфера в церкви, она наполняет, потому что я благодарю Господа, что Он обучает говорить с Ним. И, конечно, о Нем говорить, но самое главное, это говорить с Ним. Потому что Он нас сотворил для этого, для общения. То, что происходит здесь. Я хочу поговорить о том стихе, который был написан в Евангелии Теанна, 3 глава. Мысль, которую все знают. Каждый раз, когда мы проговариваем это, мы можем по-новому взглянуть на то, что написано. Ивангелие, Атеана, 3 глава. С 14 стиха. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть сыну человеческому, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына, что отдал сына своего единородного, дабы всякий, всякий, нет развлечений, всякий, верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Оказывается, теперь жизнь рядом с нами, это Он, Сын Иисус Христос. Сказалось бы, так просто. Когда Иисус Христос висел на Христе, и эта история описана тоже в Евангелии, это Иоанна, 19 главе. Иоанн, 19, 30, когда Он испустил, испускал Дух, Он сказал, совершилось, это листарь, это совершилось то, что работа была завершена. И Он нам открывает это. И мы это понимаем. Когда мы общаемся с Иисусом Христом, пословуем, молимся с Ним, разговариваем, растем духовно, нам больше открывается Его природа. И мы познали, Иоанна, 1 Иоанна, 4 глава, 16, и мы познали Его, что Бог есть любовь. Мы познали. Это интимное взаимоотношение уже. И Бог к этому нас призывает. И мы благодарим, что у нас есть то место, у нас это время, которому мы радуемся, во Христе Иисусе, во природе. В Нем, только в Нем, все обетования, да, аминь, которые обещаны в Слове, которые обещаны здесь, в Гиблии, для нас свершилась. Завершенная работа. Все позади, понимаете, все закончено. Мы уже там, во Христе Иисусе. Он на небесах. Наша позиция в Нем. Но мы еще здесь. И нам дано снабжение, как пройти это поприще. Это удивительно. Прибудьте перед Ним в любви. Принимайте эту любовь. Возрастайте в ней. Идите вперед. Благодати моей для вас достаточно. Аминь. Это все, что я хотел поделиться. Слава Тебе, Отец Небесный. Мы благодарим Тебя и славим Тебя. Отче наш, сущий на небесах, за Твоего Сына, Господа Иисуса Христа, первенство из мертвых, из мертвых, за нашего Искупителя, за нашего Спасителя, за нашего Возлюбленного. Слава Тебе, Отец. Слава нашему Господу. Мы благодарим Тебя и славим Тебя. Благослови, Господь, нас всех здесь еще раз. Мы хотим этого благословения. Мы убираем это. Мы хотим это. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.